всем привет сегодня беремся за небольшой этюд итальянский дворик с вазоном с красивым цветком писать будем на двп предварительно загрунтованным сейчас небольшая подготовка к работе нальем 5-10 милитровый расплавитель я использую расплавитель без запаха из масла выбрала для моря на других еще пока не писала так как пишем сегодня на двп как я уже сказала для лучшего сцепления структурной пасты с поверхностью я добавляю вместо клея в руках краски лака и пва чтобы паста прибегилась наверняка если вы будете писать этот тюб на холстке то это делать не нужно не обязательно можно смело наносить пасту на полотно у меня есть пример на видео в написании обратной картине кокоса ссылка будет в описании где вы можете посмотреть как работать со структурной пастой непосредственно на холсте на этой части стену скажем так немножко растираю чтобы было похоже на штукатурку тонким слоем вторую часть картины покрываю пастой с той же смесью но уже с розовой краской для чего? для того чтобы вам показать разные мазки разную структуру да, то есть там с одной стороны это стена как и заштукатурена, да, бывает рамка на штукатурку можно собрать реально рельефная такая, да, с другой стороны мы можем прописывать, выбирать ваши кирпичики и ее ступеньки немножко будут разные мазки, разную форму выложить пасту, соответственно разным слоем кстати, придет внимание, пастой я не заполняю те места, где будет ветка цветами и фонари для них я оставила свободное место, мы его просто потом закроем краской дальше смешиваем четвертинку и зарисуем стену по форме краской тонким слоем, непостосным и предварительно закладываем вместо теней в углу и сзади коржка мы его будем в будущем зарабатывать, корректировать но сейчас для себя, может быть этого будет достаточно, сейчас тоже попытаемся немножко оттянуть как на картинке напомню, что при высыхании структурная паста уменьшается в объеме так что если вы хотите, чтобы оптический рельеф на картине был больше, не жалейте пасту выложите очень хорошим толстым слоем сохнет она достаточно быстро вот этот слой, что я сейчас вожу, у меня высох буквально за час ну так как сейчас лето, жарко, в районе 27-30 градусов в квартире это реально можете помочь так же себе феном это я делала зимой никаких проблем но лучше, да, действительно, немножко высохнуть пасте чтобы она у вас потом раскаталась вместе с краской а этой картине не обязательно использую структурную пасту по той причине, что весь рельеф, оптические, иллюзию, да, вот эти структуры можно спокойно передать используемую краску, тень, цветотель мы это тоже будем делать но мне просто захотелось бы попробовать, не знаю, как это объяснить передать всю широковатость структуры в Каэрмэре в культе для тех пор Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 конечным мы наложим тени сюда, которые идут под вот этим листиком, так как солнце у нас где-то вот так, в свете, тень уходит к стене, мы ее тоже еще немножко наведем, со ступеньками еще чуть-чуть здесь делаем светы, осветим, то есть в ямстве, вот здесь делаем сводение солнечных лучей, со ступеньки на седле, мы еще немножко укажем на солнечные лучи, у меня вот такая китайская, красная глиба, титановая, и они когда высыхают, теряют свою яркость, теряют свой свет, свет, сливается с предыдущими слоями, впитывается и просвечивает предыдущие слои, поэтому я не буду еще раз тоже, хотя вот здесь вообще замечательно, я надеюсь, что наоборот темнее будет, и того, сейчас приступим к листикам, я немножко добавлю синего зелени, синий у меня ультрамарин, фирмы Сонет, Сонет и Роса мне достаточно хорошо подошли к работе, мне нравится, Сонет, Сонет, кстати, это я же китайская фирма, нарез серенький, весьма неплохо получается, вы уже видели, нам поставили пастихию, могу еще, можно будет, на зонтенке, можно будет, здесь, здесь, в оттене, чтобы сделать здесь более светлыми кастинге, и вот эту, яркий зеленый, просто при высыхании, они такие яркие, вот у детей, непонятно, почему он должен быть ярче, потому что должно быть понятно, что же такое солнце, солнечные лучи, может светиться, если посмотрите на фонарь, нам здесь нужно будет тонким слоем, сделать пельмин, и создать эффект автоматического стекла, в принципе, я за ней закладываюсь в темный фонар, а покажу, как это сделать, я беру краски немного, я очень люблю, как краска остается, неудобно вызывает, где я видела некоторые, заработали, поэтому нужен забыл нить, берется, контейнер или банка, даже вот у меня скрапай из банка, снимается то, что было, Сюда выкладывается, закрывается, и, по-моему, вы видите, она может еще несколько дней, или, может, неделю пройдется до того, как вы приступите к следующей картине. Если на то, что на полиэтиле вы смотрите всего один день, прошу от полиэтилу, что бывает. И это сейчас жара. Не, она была в соседнем градусе, но она будет трясти. И она не может жаровать, но она просто достаточно быстро. Ну что, я сейчас делаю, мне кисточку. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для тени на данном горшке разводим конкурс индиго-синий с большим количеством разбивителя. Цель не зарисовать горшок, а оставить полупрозрачный слой краски. Продолжение следует... 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 Ваши ответы ожидаю здесь же в комментариях или у себя на страничке в Фейсбуке. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня. Пока!